В прошлом году в санаторно-курортных организациях и загородных оздоровительных лагерях Краснодарского края отдохнуло более 600 юных славянцев. Несмотря на ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекции, оздоровление детей проводится и в этом году. Единственное отличие – сдвинулись сроки заезда в лагеря и выдачи путевок. О том, сколько юных славянцев уже отправились отдыхать, кто имеет право на бесплатное оздоровление ребенка и какие документы для этого нужны, в интервью нашей съемочной группе рассказала начальник отдела управления социальной защиты населения Елена Бондаренко. Законом Краснодарского края 29 марта 2005 года 849 КФЗ предусмотрена возможность бесплатного оздоровления детей в лагерях и санаторных организациях Краснодарского края. Управлением социальной защиты населения ежегодно организуется работа по предоставлению путевок, курсовок по следующим направлениям. Это оздоровительные лагеря Краснодарского края, санаторно-курортные организации и больного грязь и лечебницы. Категория детей, которых обеспечивает Управление социальной защиты населения путевками, это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. А именно, это дети-инвалиды, это дети, один из родителей которых является инвалидом, это дети из малообеспеченных и многодетных семей. В лагерь имеют право поехать детки в возрасте от 7 до 15 лет, включительно с санаторно-курортной организацией, в том числе больного лечебница, это от 4 до 17 лет. Если ребенок по медицинским показаниям нуждается в сопровождении и постоянном уходе, то такие детки у нас обеспечиваются путевками в сопровождении одного из родителей или законного представителя. Ранее Управлением социальной защиты населения был организован прием заявлений непосредственно в Управление социальной защиты населения, либо в многофункциональный центр. С 10 июля 2020 года произошли изменения в порядке предоставления путевок. Соответственно, с 10 июля заявление можно подать лично в МФЦ почтовым отправлением в адрес Управления социальной защиты населения, либо через портал государственных и муниципальных услуг. То есть в соцзащите на сегодняшний день заявления на путевки уже не принимаются. Еще одно новшество, которое произошло в октябре 2019 года, это то, что очередь стала у нас переходящей. А именно, если родитель подал заявление в 2019 году и ребенок не получил оздоровление в 2019 году, то он остается в очереди и обеспечивается в 2020 году путевками в первоочередном порядке. Если же ребенок получил путевку в 2019 году, то заявление подается не ранее, чем 1 января следующего года. Для того, чтобы стать в очередь на получение путевки, необходимы следующие документы. Это заявление родителя законного представителя, паспорт родителя законного представителя, свидетельство о рождении ребенка, справка на получение путевки, если речь идет о санаторно-курортной организации. Справка на получение путевки берется у лечащего врача, педиатра по форме 079У. На сегодняшний день длительность пребывания в лагерях и санаториях не изменилась. 21 день у нас период оздоровления детей. Единственное изменение, которое внесено в настоящий момент, это при заезде в оздоровительную организацию предоставляется справка об отсутствии контакта с больным ковидом на момент заезда в оздоровительную организацию. На сегодняшний день у нас уже 120 путевок выдано детям. В настоящий момент они находятся в здравницах города Анапы, поселок Пересы и Джубга, поселок городского типа Джубга. Все возникающие вопросы просим, уважаемые родители, задавать по телефону 861-46-409-76, либо обращаться лично за консультацией в Управлении социальной защиты населения улица Ленина, 14, кабинет номер 7.